Свадьба То, что я увидел, напоминало либо очень древний любительский фотоаппарат, только без кожаного раструба между корпусом и объективом, либо портативный кинопроектор. Черная металлическая конструкция на подставке с вытянутым пятачком линзой. На кожухе и на подставке были прорезы отдушины, предохраняющие от перегрева. Прибор источал очень знакомый уютный запах. Так пахло в кинотеатрах, нагревшейся пленкой и кулисной пылью. Михаил Елизаров, мультики. Здравствуйте, уважаемые зрители. Скажите, разве иногда вы не признаетесь сами себе в том, какого размера места в глубинах памяти вашего сердечного мозга до сих пор занимает выполненное в нежных бледно-голубых тонах из токсичного полиэтилена, еще хранящие следы прикуса ваших молочных зубов, кукла-топотушка. Или довольно чисто граненый стакан, в который льется соблазнительно желтая жидкость из автомата для дозирования газированной воды. Или хриплые шумы, словно из другой галактики, пробивающиеся через тернии звуковых помех приемника Спидола-231 и отдаленно напоминающие искомые напевы. «Родина щедро поила меня березовым соком», а сигареты друг, а пятачок в метро. Память спинного мозга, как навязчивая, но добрая муха, по-прежнему оставляет нам счастливую возможность не избавляться от этих томительно прекрасных предметов. Словно так ни разу и не сложившиеся до конца правильно кубик великого венгерца Рубика, мы перебираем их в воспоминаниях снова и снова. Итак, дорогие зрители, как вы, наверное, уже догадались, речь в сегодняшней колбе времени, которую буду вести я, любимый пасынок космической буйволицы Сергей Кагадеев, пойдет о забытых и ушедших в небытие предметах советской эпохи. Но вначале подведем итоги прошлой программы, посвященной выбору лучшей советской песни о войне. Вот как распределились места по итогам вашего голосования. Пятерку лучших песен о войне замыкает на безымянной высоте в пронзительном исполнении Юрия Гуляева. Четвертое место заняла песня Владимира Высоцкого «Тот, который не стрелял». На третьем месте приземлились великие журавли, созданные по стихотворению Расула Гамзатова. «Серебро» досталось еще одной военной песне Высоцкое «Братским могилам». И, наконец, лучшей песней о войне, по мнению зрителей колбы времени, стала «Бессмертная священная война». Именно стикер с названием «Песня «Священная война» мы и помещаем в колбу времени». Ну, а теперь, думается, мне настала пора вернуться к теме нашей сегодняшней передачи. Итак, я приглашаю жителей страны развитого путинизма, преданных и подданных большого медведя, с изумлением и восхищением начать созерцание столь архаичных и в то же время столь трогательных и берущих за оба сердца предметов советского быта. Если вы вспомните что-то свое из забытых вещей советской эпохи, звоните нам по телефону прямого эфира 969-2211 или по скайпу, адрес которого вы будете видеть в течение всей программы на своих экранах. В качестве завязки я предлагаю вам уникальные документальные кадры, найденные на борту корабля пришельцев с южной окраины созвездия «БК». Корабль посетил территорию Советского Союза в 1984 году, но при обратном старте был сбит ракетой наших северокорейских друзей. На этих кадрах запечатлено детальное исследование пришельцами похищенного имя московского пионера. Давайте их посмотрим. Итак, сюжет номер один. Форма школьная для мальчика. В мое время, а своим костюмом вы представляете именно мое время, действительно, все мальчики обязаны были носить школьную форму, которая состояла из пиджачка. А вам известно, что такое пиджачок? Представляю. А на вас разве пиджачок? Совершенно очевидно, что это шили сейчас. И при том люди, которые не имеют никакого понятия о том, что было сто лет назад. А вот бутылки, верно, тогда именно такие были. Та растеклянная для молока и молочных продуктов. Бутылка молочная обыкновенная. Да, кадры говорят сами за себя. Дальнейшую судьбу пионера выяснить не удалось. Но нас, разумеется, интересует вовсе не это, а уникальный набор бытовых артефактов, которыми был оснащен мальчик. В частности, уникальное средство для переноски вещей и продуктов, известное под названием «авоська». Название это является производным от слова «авось». То есть, если в заводском магазине в обеденный перерыв вдруг выбросят какой-нибудь дефицит, скажем, партию банок болгарского леча, то мгновенно, вытащив всей предмет из кармана пальто или дамской сумочки, нужно было быстрее брать магазин на абордаж. А «вось» что-нибудь перепадет. А «воська», между прочим, выдерживала до 10 килограмм веса. При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что здесь мы имеем дело ни с чем иным, кроме как со старинным русским приспособлением для добычи рыбы – неводом. Соответственно, к одним из первых упоминаний о «Воське» в литературе можно смело отнести стихотворение замечательного русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Если вы вспомнили что-то свое из забытых вещей советской эпохи, звоните нам по телефону прямого эфира 969-2211 или по скайпу, адрес которого вы, надеюсь, видите на своих жидкокристаллических экранах. А теперь перейдем от содержимого гастрономов и бакалей к духовной пище. Ведь не только увесистое 10-килограммовое содержимое «Авоськи» интересовало советского человека. Его неудержимо влекло к прекрасному, к искусству. Отличным способом объединить прекрасный с полезным стали открытки с фотографиями звезд советского экрана. Поставив их в нехитрую рамочку на стол, можно было, открыв шпроты и, наполнив граненый стакан густым кефиром, любоваться строгими, одухотворенными лицами любимых артистов. Сюжет номер два. Сюжет номер два. Сюжет номер два. Счеты. Древнейшее изобретение человечества. В Советском Союзе счеты заменяли компьютер. По счетам в школе изучали арифметику. А работники советской торговли совершали сложные комбинации в свою пользу, оставляя забредшего со своей авоськой в магазин гражданина без немного большего количества денежных знаков, которые он рассчитывал потратить. Я не знаю, как это сделать, но, товарищи из ЦК, Уберите Ленина с денег, так цена его высока. Ленин самое чистое деяние, он не должен быть замутнен. Уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамен. Как вы, может быть, знаете, этому истошному, рвущемуся из самой глубины души воплю поэта Вознесенского вняли в 1992 году, избавив нетленный образ Владимира Ильича от излишней мещанской меркантильности. А пока в тучные застойные годы, сажав в кармане заветные бумажки со светлым образом вождя революции, советский человек устремлялся в радиотовары за продукцией харьковского машиностроительного завода ФЭД. Аббревиатура эта расшифровалась как Феликс Эдмундович Дзержинский. То есть, сдав продавцу чуть-чуть Владимира Ильича, можно было получить на руки немного Феликса Эдмундовича. Встреча друзей партийцев происходила обычно в момент получения гражданином квартальной премии, позволявшей ему приобрести что-нибудь из фэдовских сокровищ. Завод начал свою работу в 1927 году на базе детской колонии, которая как раз и носила гордое имя Феликса Эдмундовича. А возглавлял ее знаменитый педагог, правильно, Макаренко. Сначала Макаренко не знал точно, что будет выпускать завод, и предложил сидящим в колонии детям выбрать, что им интереснее производить – елочные игрушки или технику. Слово «камера» оказалось им ближе. Созданные 55 лет назад мастерские при детской колонии имени Дзержинского, основанной известным педагогом и писателем Макаренко, превратились ныне в крупное машиностроительное объединение. Сегодня с конвейеров предприятия сходит техника, которая удовлетворяет запросы взыскательных любителей и профессионалов. У новой камеры ФЭТ-35 широкие возможности для работы как в автоматическом, так и ручном режимах. От предшественников ее отличает специальная оптика, надежный экспонометр, современный внешний вид. ФЭТ-35 сохраняет высокие эксплуатационные качества в различных климатических условиях. В настоящее время мы выпускаем пять моделей фотоаппаратов. Все они отмечены государственным знаком качества. Диапроектор «Этюд-2С» отмечен также государственным знаком качества. И по своим техническим характеристикам он намного превосходит все существующие модели портативных диапроекторов. Вот, кстати, упомянутый производственником диапроектор. Отыскать мультфильм по названию в напечатанной в еженедельной советской прессе-телепрограмме было практически невозможно. Скупые газетные строчки монотонно указывали. 10.00. Мультфильм. Что именно это был за мультфильм, можно было узнать, лишь дождавшись заветного часа. В большинстве случаев детей ждало разочарование. Вместо популярного и энергичного «Ну погоди!» или «На худой конец чебурашки» малышам отгружали очередной кукольный продукт таджик-фильма о ненавоносимо унылой дружбе между цыпленком, осленком и деревенским мальчиком. Спасением и путем к анимационной свободе для советских детей стал этот удивительный прибор. Для счастья нужно было проделать минимальный набор шагов. Первое. С помощью кнопок или изоленты укрепить на стене комнаты, вымоленную у мамы белую наволочку. Второе. Плотно зашторить окна. Третье. Заправить пленку в диапроектор. Четвертое. Включить его в розетку. И сеанс начался. Диафильмы дали советским детям главное – свободу выбора. Диапроектор был почти что кинозал. Даже в чем-то лучше кино, потому что в любой момент ребенок мог посмотреть то, что захочет. С ассортиментом проблем не было. Практически все любимые и лучшие мультфильмы были переделаны в диафильмы. Ну а если направить стереоскоп на луч света, то можно насладиться объемным изображением сухумского обезьянника. Говоря современным языком, поглядеть на обезьян в 3D формате. Что еще нужно для счастья? Я напоминаю вам, что если вы владеете тайным знанием забытых вещей СССР, вы должны немедленно позвонить пасынку космической буйволицы по телефону прямого эфира 969-2211. И вот мне говорят, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, откуда вы и представьтесь. Я из Петербурга, Елена Ивановна, которая уже далеко за 80. Ой, приятно, что вы нам звоните в сколькозный час. В 30-е годы. Да. Я вам хочу о 30-х годах напомнить. О, было бы здорово, мы тогда не жили. Да, и тогда, наверное, не видели шедевров советского, так сказать, кухонного потребления. Ни одна семья не могла обойтись без этого предмета. Сейчас я попробую угадать. Вы имеете в виду примус? И керосинку. Выбирайте, что вам больше нравится. Ну да, да. Или вернее, что вы меньше всего знаете. Ну да, наверное, ну не знаю, вам, наверное, виднее. Что ваше сердце больше греет, примус или керосинка? Нет, керосинка, потому что она не только позволяла готовить, но и обогревала нас. Ну, значит, мы поместим. А примус только для стремления. А, ну тогда, безусловно, керосинка. Да, хорошо. Вот, я просто хочу сказать, что я тоже родом из Петербурга, Ленинграда, и более того, я даже застал жизнь в коммунальных квартирах ленинградских. Ну, вам повезло. Да. Вы могли пользоваться электричеством или газом. Да, это нам не снилось тогда в то время. Керосинок у нас не было. Спасибо вам большое. Вот интересный артефакт 30-х годов, керосинка, без которой ни один человек не мог обойтись, чтобы обогреться или приготовить себе нехитрую еду. Не знаю, что тогда можно было приготовить. Но прогресс неумолим. И поэтому со временем советские люди свои аппетиты уже как-то расширяли. И не только кассетники и диапроекторы грели истосковавшуюся по новинкам технике душу советского обывателя. В конце 70-х первую строчку хит-парада потребителя на довольно продолжительное время занял прибор под любопытным названием «Цветомузыка». Московское производственное объединение «Темп» выпускает сегодня в год около 200 тысяч цветных телевизоров. Модель C-280 принадлежит к новому поколению. Ее особенность – применение микросхем, изменение блока питания. В результате значительно уменьшилась потребляемая мощность, вес, возросла надежность. А вот так выглядит «Темп» в сувенирном исполнении. Он представляет собой цветомузыкальное устройство. При работе от собственного приемника или другого внешнего источника музыки на экране меняется цветовая палитра. Этому же объединению принадлежит целая серия переносных радиоприемников. Среди двухдиапазонных, тех, что удобно брать с собой в дорогу, самой последней моделью является «Сокол-407». Его вес всего 350 граммов. Работает на длинных и коротких волнах. «Сокол-109» – магнитола высшей категории качества. Представляет собой комбинацию четырехдиапазонного приемника и кассетного магнитофона. Все изделия поступят в продажу в начале этого года. Продолжение следует... Я помню, как в детстве мы слушали не только «Голос Америки», но даже наши радиостанции, которые работали с Антарктидой. Ага. Скажите, а это приемник отечественный, да? Отечественный, отечественный 6М1, да. Он еще называется «Радиоприемная станция». Вы не пытались его вскрыть, посмотреть, какие там детали? Наши или не наши? Это все абсолютно наше. Единственное, что вместо выпрямителя я там поставил диодную пару, потому что таких уже ламп нет для того, чтобы он работал. И учитывая, что у нас 6-й разряд большего лампчика, я могу сказать, что он будет работать еще очень долго. Это здорово. Но вот, Леонид, мне бы хотелось вам напомнить, что мы говорим не только о старых вещах, о раритетах, да, фактически антиквариате. Я думаю, за этот приемник можно выручить немало денег сейчас. По какому исчезнувшему предмету советского быта у вас болит душа? Чего вам не хватает? Что мы можем подать космической боеволице? Спасибо. Честно говоря, мне не хватает того чувства солидарности, которое было у нас, когда мы были, скажем так, гражданами Советского Союза. А как вы можете это чувство солидарности материализовать? Может быть, мы пользовались все одним каким-то, ну, или желали пользоваться каким-нибудь одним предметом, не знаю, каким-нибудь модным катушечным магнитофоном или цветным телевизором или еще чем-нибудь. Вот подумайте, вот, закройте на секунду глаза, посчитайте до трех, и какой первый придет в голову вам прибор, предмет из того времени? Не с тридцатых годов, а из вашей юности, детства. Из моей юности, я 50-го года, поэтому из моей юности это магнитофон Днепр-12Н и катушки с Высоцким. О, отлично. Это было единственное все. Все для нас тогда. Спасибо вам большое, Леонид. И, так сказать, у нас есть тот рояль в кустах, не совсем рояль, а точнее магнитофон. И он, кстати, катушечный. Правда, называется он Elfa 201 Stereo. Посмотрим, работает он или нет. Да, работает. Но какая-то странная тут музыка записана. В общем, это не Высоцкий. И, тем не менее, вот совершенно изумительный артефакт, с которым связаны многие теплые душевные воспоминания. У многих людей Советского Союза, это, конечно же, вот эти потрепанные, плохо работающие магнитофоны с бобинами, на которых все очень плохо записывалось, еще хуже воспроизводилось. Для того, чтобы хорошо воспроизводилось, нужно было чистить головку, потом укреплять каким-то образом пленку, чтобы она лучше прижималась при помощи специальных спичек, зубочисток и прочего барахла. Вот, но, тем не менее, работает. Вот, напоминаю вам, телефон прямого эфира 969-2211 и скайп. Скайп – это уже современное, так сказать, средство связи. К тому же, значительно более дешевое, чем телефон из других городов. Так что, давайте, давайте, друзья, звоните. А вот и есть звонок. Здравствуйте. Добрый день, вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Со славного города Одессы. Дмитрий, меня зовут. О, сегодня Одесса нам звонит. Прекрасно. Как у вас с погодой? Как у нас с погодой? Вы знаете, очень хочется на море, но сейчас уже поздновато. Но если день не окунуться, то, в общем, можно спечься на самом деле. Отлично. В Москве сегодня тоже плюс 24. Это нетипично. Поздравляю. Спасибо. Ну, ладно, давайте, по сути, говорить. Кто бы я, знаете, хотел видеть в колбе времени, и особенно у вас в руках бы сейчас. Вспомните такую... Да-да. Алло, я слушаю вас. Алло, добрый день. Я хотел бы в программе участвовать. Я попал к вам. Вот, у нас, к сожалению, исчез Дмитрий. А кто еще сейчас на связи? Я Алексей. Да, Алексей, здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте, я Москвич. Очень приятно, Алексей. Внимательно вас слушаю. Что бы вы хотели положить в нашу колбу времени? Ну, вот, я не знаю, насколько это артефакт, но мне кажется, это печатная машинка. Ну, безусловно, раз она у нас тут находится. Прекрасно. Это еще один рояль в кустах. У нас нет про нее сюжета, но, может быть, вы расскажете, почему, по какой причине именно печатную машинку. Возможно, возможно, наш зритель, писатель или журналист, или его родители имели отношение к печатной продукции. Про печатные машинки тоже стоит поговорить. Для тех, кто не знает, раньше любая... Любой механизм, который мог копировать или каким-то образом на нем можно было набрать текст, обязан был быть зарегистрирован в специальных органах госбезопасности. На предмет, если вдруг какой-нибудь враг решил напечатать, предположим, вот на этой печатной машинке прокламацию, то довольно быстро специальные обученные агенты узнавали по уникальным вот этим отпечаткам буквок, которые уникальны, как и отпечатки пальцев. Можно было быстренько приехать на квартиру и накрыть мерзавца. Вот такой был порядок. Запретный плод сладок. Твердо усвоивший эту фразу обыватель на партсобраниях, вроде бы соглашаясь с установками сверху о том, что Запад уже практически до конца разложился, как ворона на сыр кидался на любой товар с яркой этикеткой и надписями на американском языке. Кока-кола, Бубльгум, Барлбуро. Да даже любой маломальский приличный восточноевропейский бренд, волчно жаждущих фирмы в глазах и душах наших людей, все это было на добрую сотню тысяч световых лет, качественнее и понтовее, чем любой советский аналог. Но был один продукт, которым СССР по праву мог гордиться, не посматривая в своей растерянно-оправдательной физиономии в сторону пышущей буйством вкусовых соблазнов за границей. Продукт этот – советское мороженое. Одни специалисты оценивают жаркие московские дни в градусах и баллах, другие, что не менее точно, измеряют силу зноя еще и цистернами выпитой воды и тоннами съеданного мороженого. Вот сколько видов его выпускает один только восьмой столичный хладокомбинат. Тут и, скажем так, ветеран нашей промышленности – сливочный пломбирь. Изобретение последних лет – щелкунчик, чебурашка и олимпийское эскимо. В производстве мороженого применяются только самые натуральные продукты. Именно нашего мороженого? Да, отечественного мороженого. Здесь всевозможные молочные продукты. Это различные наполнители, добавки. Ну, например, воды, ягоды, шоколад, орехи, какао, кофе и так далее. Четыре с половиной килограмма мороженого, считается, съедает в год житель Москвы. Чуть меньше – ленинградец. И представьте – воркутянин. Но сейчас, когда нам так помогают гости Олимпиады, статистика наверняка даст более высокие цифры. Да, нам помогали гости Олимпиады и в ближайшем будущем тоже помогут. И нам дозвонилась Лариса из Москвы. Здравствуйте, Лариса, вы в прямом эфире. Внимательно слушаю вас. Добрый вечер. Я хотела сказать, что после войны, когда я родилась, я родилась в 1945 году, независимо от благосостояния семей, я уверена, что эти три предмета, которые я назову, были в любой семье. Прекрасно. Оранжевый шелковый абажур с бахромой. Поскольку были радиоприемники изъяты во время войны, значит, черная тарелка громкоговоритель и патефон. И патефон, да? Да. Понятно. Прекрасно. Все это будет поставлено на голосование. И, наконец-то, нам дозвонились по скайпу. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, откуда вы? Меня зовут Андрей, я из Полтавы. Здравствуйте, а меня зовут Сергей. Я в Москве вижу вас прекрасно. Здравствуйте. Итак, слушаю вас. Ну что ж, у меня очень яркие воспоминания из прошлого. Это виниловая область. Прекрасно. Время областья подсадил меня очень сильно на рок, дипепл, рейнбол. И все это мы слушали на виниле. Это была большая редкость, конечно, хорошие качества. У меня вопрос. А где же вы брали дипепл, что вы там, рейнбол, лицепелин? Ведь советская промышленность таких пластиночек не выпускала. Ну, уже в 80-х годах мы видели, как бы, лицензионные, там, какие-то сборы, чуть позже. Это уже с перестройкой. А до этого, конечно, все через перепутчик, по большинству. И меня, конечно, тоже это очень все греет, потому что я был коллекционером пластинок и ходил на черные рынки обменивать, покупать. Нас разгоняла милиция. И тогда, помните, была еще такая привычка давать пластинки записывать. Их записывали на катушечные магнитофоны. И некоторые особо предприимчивые люди давали записывать за деньги. Я помню, 2 рубля стоило записать новую какую-то свеженькую пластинку. Ту, которая постарше, то по рублю можно было договориться. Еще пластинки были запечатаны, там, идеальные, с песочком, песком. Называли такой хруст характерный от иглы. Чик-чик-чик-чик. Вот. Спасибо вам большое. Очень удачное замечание. Но мы продолжаем нашу программу. Голосуйте. Ну вот. Много у нас звонков. И по скайпу мы тоже начали уже связываться. Но мы продолжаем нашу программу. И что же я вижу? Что я сейчас вижу? Я гляжу туда, в прошлое. Я вижу, что прошлое подернуто завесой табачного дыма. Самых разных цветов и оттенков. Да, точно. Тогда курили много. И везде. Курила вся огромная держава. Курила Родина. Курила страна. Победитель. Курил Штирлиц. Благодаря верной службе Родины. Лишенной нормальной половой жизни. Засекреченной от врага женой. Словом, курили все. Сигареты в Советском Союзе делились на два вида. С фильтром и без фильтра. Когда появились сигареты с фильтром, привыкший к обману народ, их принял в штыки. Поговаривали даже, что из-за новомодного изобретения может развиться рак губы. Но локомотив инновации был неостановим. И со временем любыми сигаретами советчан стали фильтрованные продукты фабрики Булгар Табак. Поскольку братья-болгары не особенно заботились о содержимом дымящихся палочек, перед употреблением их следовало просушить на батарее. И исследовать на предмет посторонних негорючих включений. Относительно качественные сигареты появились после великой случки летательных аппаратов. Союза и Аполлона. Это первый совместный с американцами продукт сигареты Союз Аполлон, моментально ставший бестселлером в табачных ларьках СССР. Вокруг табачных ларьков тогда, кажется, вообще вертелся весь мир. Но так как я бросил курить, каждый просил у меня сувенир. Так я на Союз Аполлон расписывался и каждому давал сувенир. Так что я вас как бы прославляю каждодневно. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, мне Беломор. Беломора нет. Ну, что у вас есть? Дайте тогда сигареты друг. Пожалуйста, 30 копеек. Вы что курите? Сигареты друг. Да-да, сигареты друг. Собака на этикетке 30 копеек. Вообще-то я курю Беломора, но Беломора не было. Беломора не было, это вы верно заметили, поэтому он и купил сигареты друг. И вот к нам опять дозвонились по скайпу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Иван, я представляю город Снежногорск, Мурманской области. Здравствуйте, вы тоже с севера. Я бы хотел вспомнить один такой предмет, который был практически во всех семьях, особенно где было жарко. Это сифон. Ой, вы прям читаете мысли и ход нашей программы. Почему именно про сифон вы хотите поговорить? Ну, потому что, во-первых, с сифоном связано то, что называется газироновая вода, ну, практически она называлась бесплатной. Это важно, да. А сифоном практически везде. В том числе в аптеке шиповник был. А, да, было такое дело. Что ж, ну, мы вернемся к обсуждению сифона сегодня. Я бы хотел вам задать вопрос, относящийся к предыдущему сюжету. Вам не кажется странным, что в советское время сигареты имели такое своеобразное название – друг? Сигареты друг человека. Наверное, кто придумал название этим сигаретам, очень любил животных, потому что, насколько я помню, на пачке сигарет «Друг» была нарисована собака. То есть курящаяся собака. Тогда должна была быть нарисована собака с окурочком во рту. Наверное. Спасибо вам, спасибо большое за сифон. Я еще покажу вам, что можно сделать с сифоном. Вот. Выкурив сигаретку, очень хорошо запить дозу никотина стаканом H2O, щедро насыщенного СО2 и слегка сдобренного подкрашенной глюкозой. О важности газированной воды для молодого государства рабочих и крестьян говорит и тот факт, что первый автомат для ее потребления, или, как он тогда назывался, сатуратор, был установлен в буфете Смольного в 1932 году, незадолго до убийства Кирова. После этого вид автоматов вместе со страной претерпевал разнообразные изменения, пока в начале 60-х не приобрел форму, так хорошо знакомую нам по бессмертным советским комедиям. Стоит. Встал? Дай три копейки. Да? У тебя новость медит. Ну-ка, вот, полный карман. Если оттуда возьму три копейки, не будет рубля. А у меня с ним полный рубль. Ясно. А зачем тебе рубль? Солить, что ли? Впрок. Думаешь, я пить хочу? Нет. Тоже впрок. Если отведать газированной воды можно было на каждом углу, то попробовать газированную водку в домашних условиях можно было только при помощи этого любопытного прибора, о котором мы говорили несколько минут назад. Он называется сифон. Для начала объясню, зачем газировать водку. Дело в том, что у советских людей было не так мало, много денег, чтобы пить много водки. А водки хотелось пить много. Так вот, этот вот предмет помогал выходить из этой сложной ситуации. Дело в том, что алкоголь газированный усваивается быстрее и лучше, чем алкоголь крепкий, негазированный. Поэтому, если заполнить вот эту колбу водкой и при помощи сжатого СО2 насытить ее углекислым газом, то водки нужно было значительно меньше, нежели той же самой водки, но не газированной. И люди газировали водку, пили и пьянели со значительно меньшего количества алкоголя, чем без газированной водки. Точно так же поступали с дешевым вином типа Эрити, изготавливая домашнее шампанское. Заливали вино, заполняли его углекислым газом и пили шипучку кислую, но, видимо, ничего другого не оставалось. Вот, и к нам опять присоединился скайп. Здравствуйте. Игорь, я, это, насколько понял, соблочекся? Да-да, это с вами. Это Харьков. Игорь. По поводу сифона, очень неплохо было в нем пивко залить. А, и пивко тоже лучше шибало, да, по шарам. Вот, еще. Вот такая была раньше. Вот стаканчик такой, он с 5-6 секций состоял. А, такой, который складывался, удобно было носить даже вот на грудном карманчике. На зеркальце. То есть тяпнул, а потом посмотрел, нормально выгляжу, можно домой или лучше не надо. Очень неплохая штучка была. Прекрасно. Это самое, я не знаю, ну, как, как бы, вино входит, как бы, можно положить туда. Вот сейчас, я не знаю, ностальгия по, допустим, по золотой осени Альмийской долине. Это же были хоть натуральные вины. Да-да. Хоть и, как бы... У нас была программа, посвященная вот настоящим винам, и мы даже отправили напиток, буйволицы. Очень, очень. А сейчас этого ничего нет. Хорошо, но мы кладем, соответственно, на голосование стаканчик. Спасибо, что наполнили. Очень интересное. Спасибо, спасибо. Вот. Прекрасно, что вы нам звоните. И по скайпу, и не по кастпайпу. Но программа идет своим чередом, и дальше речь пойдет о другом странно популярном продукте времен развитого социализма, смысл которого может быть понятен, наверное, только тем, кто пьет газированную водку. Это переводные картинки. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Или скайп, который вы, наверное, уже выучили. Если увлечение переводными картинками было еще относительно безопасным занятием, если вы, конечно, не клеите на холодильник жену Дина Рида, то невероятно популярная привычка выжигать на фанере героев мультфильмов и того же Дина Рида никак нельзя отнести к области безобидных разновидностей досуга. Если вы обратите внимание на особенности конструкции этого знаменательного приспособления, то в голову сами собой закрадываются предположения о его истинном предназначении, возможно, связанном с выжиганием мебели, квартир, домов, а также оазисов на теле сверстников и братьев наших меньших. Теперь в наше благоустроенное, удобно буржуазное время трудно даже предположить, что родители оставляли своих бесценных несовершеннолетних детей одних наедине с этим раскаленным монстром. И нам опять звонят по скайпу. Алло, здравствуйте. Вот я вижу артефакт, на фоне которого вы сидите. Это настенный ковер. Дефицит времен Советского Союза. Я хотел о другом. А другому можно? А представьтесь сначала. Иван Иванов, Истарков. Еще раз просто. И не Амин, Истарков. Ага. Можно говорить? Слышно. К сожалению, ничего не слышу. Ничего. Ничего. А у нас тем временем есть звонок из Еревана. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Виктория. Виктория. Вы из Еревана, правильно? Да, да. Я из Еревана. Я хотела бы вам напомнить о такой вещи. Да, да, я вас слышу. Которую, значит, будучи учениками, наверное, мы все таскали в школу. Чернильница. 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 Для чернил. И, соответственно, для чернильницы нужна была перьевая ручка. Спасибо вам большое. Спасибо. Несомненно, несомненный артефакт и атрибут. Для тех, кто не знает, что такое чернильница, не проливайка. Не знаю, каким образом она не проливалась, но тот же чернил, который туда наливались, они почему-то не проливались. Такая была конструкция. Так вот, раньше во всех учреждениях все заявления можно было писать только перьевой ручкой. Это такая палочка, на конце которой такое металлическое перо, которым можно было выколоть глаз или порадиться просто. Чаще всего эти перья, они рвали просто бумагу. Но, к сожалению, телеграмму можно было написать только этой уродливой ручкой на ужасном бланке. Вот. Так что мы обязательно поместим перьевую ручку и чернильницу-не проливайку на голосование как кандидат на благосклонность буйволицы. У нас есть скайп. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Борис. Борис, откуда вы? В Саидовске. Откуда? В Запорожье. В Запорожье. Здравствуйте. Я хотел бы предложить следующий позитив. Фотограф. Плохо слышу вас. Что вы хотели предложить? Значит, поддить фотографию. Может быть, после того, как скайп продался Майкрософту, он будет получше, но пока как-то у нас не получается особенно разговаривать, почему-то не очень хорошо. Старайтесь, может, звонить 969-2211 и рассказать о своих пристрастиях, о чем напоминает вам ваше сердце, чего вам не хватает в этой сытой жизни, в которой есть все. А теперь я перехожу к венцу нашей программы. Так случилось, некого спросить. Кубик, Рубик, Сердце не спасает. Всякие такие изобретения, подобные кубика Рубика, несомненно, стимулируют мышление других в этом направлении. Все было, как принято на соревнованиях. Прозвучал гонг, побежала стрелка секундомера, и начался конкурс самых умелых в Москве сборщиков удивительного, увлекательного, непослушного кубика Рубика. За сколько вы можете собрать игрушку? Мировой рекорд – 23 секунды. Но те, кто пришел на венгерскую выставку на ВДНХ попытать счастье, может быть, и не показали рекордного времени. Сказывалось волнение. Ведь председатель жюри, доцент Будапештского института прикладного и изобразительного искусства сам Эрнио Рубик. Кубик Рубик. У нас есть скайп. Да, вот тот самый человек, который у нас сорвался. Алло, да. Да, я хотел бы предложить следующее. Книжную полку или же книжный шкаф? Учитывая то, что сейчас читают меньше, чем раньше читали, то скоро, возможно, такая ситуация будет. А давайте, чтобы не захламлять, может быть, ну, слишком большая конструкция книжный шкаф. Я бы сказал, ну, точечно как-то. Еще раз, подожди. Пусть будет книжная полка. Книжная полка. А может быть, мы лучше положим туда книгу, купленную на макулатуру. Помните, такие были макулатурные книги? За 20 килограмм макулатуры вы получаете книгу Александра Дюмат «Три мушкетера» или Луи Бусинара, или Галсуорсе. Ну, а книги надо вспомнить, конечно. Да, давайте положим макулатурную книгу. Да, главное. Спасибо вам большое, спасибо. Не за что. Не за что. Теперь у нас есть телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Екатеринбург вас беспокоит, меня Игорь зовут. Вы нас не беспокоите, мы рады вашему звонку. Если вы помните, была такая игра, электроника называлась, где волк ловил... Яйца. Яйца в горьбе. Да, прекрасно. Да, была такая чудесно, чудесно, хорошее напоминание. Вот. Это мы тоже обязательно разместим на нашем сайте. И еще звонок. Звонок сорвался. Ну, вы видели, что произошло с кубиком Рубика. Я вам честно признаюсь, что я ни разу не собрал его. Поэтому некоторым особо неуравновешенным поклонникам этого изобретения после многочасовых неудачных попыток собрать кубик Рубик требовалась неотложная медицинская помощь. Вызвать ее соседи или домочадцы могли бесплатно из любого телефона автомата, которые располагались на улицах в шаговой доступности. У многих в запасе были двухкопеечные монеты на веревочке, которые осторожно вытаскивались из прорези после звонка. Субтитры подогнал «Симон» Да, исчезли. Исчезли телефоны-автоматы за две копейки с наших улиц. Более того, было такое понятие. Двухкопеечная монета называлась «двушка». И часто можно было услышать на улице, у вас не будет «двушки». И все понимали, о чем речь. А представляете, вы сейчас идете по Москве, и к вам подходит человек и спрашивает, у вас есть «двушка». О чем вы думаете? Вы подумаете, что человек спрашивает вас, есть ли у вас двухкомнатная квартира. А все не так. Вот если вспоминать улицы советских городов, то помимо телефонных автоматов, автоматов с газоводой, были такие, знаете, стенды, которые сейчас украшают чаще всего Стас Михайлов и Елена Ваенга. А тогда на таких вот счетах висели газеты. Или, например, расписание всех кинотеатров города. И люди стояли и читали газеты. Вечернюю Москву, например. У нас есть звонок по скайпу. Здравствуйте. Добрый день. О, на фоне «Карта мира». Здравствуйте. Это обычно рабочее место. Откуда вы и как вас зовут? Ну, теперь мы начнем с конца. Я вам еще звоню. О, звонок такой-то очень сильный, да? Я вам заснил относительно 6… Относительно чего? Опять не слышу вас. Смотри. Я говорю относительно 6Н1 радиоприемника. А, да, да, да. И относительно магнитофона Днепро-12Н. Вы нам звонили, а теперь по скайпу звоните, да? А, прекрасно. Прекрасно. Хочу вам сказать, что я хочу напомнить вам еще один момент ностальгический, который, наверное, будет всем приятен. Если помните, в аптеках продавались две вещи, которые… Вернее, две продукты, которые были очень-очень популярны у нас в нашем детстве и юности. Во-первых, это… Гематоген. Правильно угадали. И второе, витамин С с глюкозой. Прекрасно. Спасибо. Вы сегодня нам оказываете просто неоценимую услугу. Вы такие настоящие, которые реально упустили мои вещи из виду, но, тем не менее, сердце мое помнит и круглые таблеточки с витамином С, и коричневые батончики, изготовленные из бычьей крови, который назывался гематоген. Так, и мы можем, наверное, принять еще один звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Звоночек у нас сорвался. А нет, есть звоночек. Нам дозвонилась Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена. Алло. Да. Сергей. Да, здравствуйте. Добрый день. Вот только что навеяли вы меня своим упоминанием о газетных счетах. Воспоминание об афишах, которые рисовали художники. Да, у каждого кинотеатра. При каждом кинотеатре, да, был свой художник. Да, свой художник, и он изображал артистов в меру своих способностей, да. Да, да, это было чудесное, я считаю, что направление в искусстве. Отдельное, примитивизм. Примитивизм. В основном туда, конечно, шли художники-алкоголики. Ну, это чудесное племя само по себе и чудесные произведения, которые они... Согласен, согласен. Сейчас такого уже нет. Вот мне это не хватает, да, к сожалению. Спасибо вам, спасибо. Вот чудесное замечание. Я бы сказал, на уровне высокого искусства. Итак, предполагается положить в колбу нашего... В нашу, так сказать, колбу времени следующие забытые артефакты советской эпохи. Авоська, диапроектор, кубик Рубика, автоматы для газированной воды, пятачок в метро, фотоаппараты ФЭД-смена, сифон для газированной воды, печатная машинка, деньги с Лениным, переводные картинки, пистоны, советские игровые автоматы, открытки с актерами советского кино, выжигатель по дереву, деревянные счеты, катушечные кассетные магнитофоны, керосиновая лампа. Радиоприемник 6М1, чувство солидарности, магнитофон Днепр, виниловые пластинки, чернильница и перьевая ручка, книга, купленная за 20 килограмм макулатуру, электронная, игра, ну погоди. Огромное количество, огромное количество. Вот. И еще мы добавляем сюда афиши от Елены. Афиши, написанные художниками-алкоголиками при кинотеатрах. Вот. И вот эти стенды с газетами, которые стояли вдоль широких проспектов. Вот. Керосинку еще, да, керосинку. Итак, кто вот из этих всех артефактов займет свою нишу в нашей колбе, мы узнаем в пятницу, 27 мая, ровно в 22 часа. В течение недели у вас есть возможность голосовать и предлагать свои варианты на странице нашей программы на сайте nostalgia.tv.ru Завершить этот, как мне кажется, познавательный и увлекательный час прямого эфира я, с вашего позволения, и по совету моей строгой, но справедливой космической мачехи, решил этим экстравагантным танго, в создании которого приняли участие непререкаемые артефакты советской эпохи. Поэт и диссидент Евгений Евтушенко и образец кристальной честности, народный артист и просто человек Иосиф Кобзон. А я с вами не прощаюсь и жду встречи в это же время ровно через неделю в программе «Колба времени», темой которой станут идеалы советского народа. В нашей квартире коммунальной деревянный и полуподваль под плакатом «Оссо-Виакима» Но общий счетчик слез висел незримо в нашей квартире коммунальной. Кухонька была исповедая, и оркестром всех кастрюлек сводным, и судом поистину народным. Плачь, плачь по квартире коммунальной, Ну, кто бы по бабке помималиной, Слава позолочит молодец, Золото бы все-таки соседство. В телефон владевший коридором Все секреты мы орали вором И не знали фразы церемонной Это разговор и телефон В тринозри три чайника форчали, Трех семейств соединив печали, И не допускала ссоры грязной Армия Калужская Откраткой красной Плачь, плачь по квартире коммунальной, Ну, кто бы по бабке помималиной, Слава позолочитого детства, Золотого все-таки соседства. Если дома белого твоя Замирали в кухне мясорубки... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...